Продолжение следует... Продолжение следует... Я обычно никому не сообщаю о времени появления в эфире, поэтому все внезапно. Я буду собираться на работу, буду краситься, поэтому хотите смотрите, хотите не смотрите. Буду потихонечку краситься. Вот, поэтому если интересно что-то спросить, поболтать, давайте поболтаем. Здравствуйте. Ох, в бьюти-хотелках. То, что я хочу, этого уже нет. Я немножко жираф, потому что все заканчивается, и я начинаю это хотеть. Вот, что еще в бьюти-хотелках? Ну, сейчас идет Бобби Браун. Крем, который, в общем-то, все его уже знают, все уже давно попробовали. Одной я, мне кажется, не попробовала. Вот, потом идет... Что идет? Кисти идут очередные. Вот, а что хочется прям попробовать? Хочется... А, румяны идут. Одного известного или неизвестного бренда. Милк, может быть, знаете, я их купила. И они уже ко мне идут. Это из бьюти-хотела, которые уже ко мне идут. Вот, что еще? Хочу попробовать также румяна, бронзеры, нюд стикс. Так, наверное, они произносятся. Вот, потом... Что-то еще хотела. От Бобби Браун витаминная база. Есть для лица, есть для глаз. Я взяла для... В миниатюре для лица. Люблю миниатюры просто. Во-первых, их удобно с собой возить, если что. Они занимают мало места. И есть шанс закончить. Вот. Там прям сколько? 15 мл. Это вообще идеальный вариант. Потому что вот эти все банки по 50, по 30 мл. Это прям вот дофига. Их никуда не возьмешь. Их только если куда-то, ну, в другую баночку откладывать, с собой возить, это уже не презентабельно. А хочется, чтобы вот еще и баночка красивая стояла на столе. Я не знаю про... Подойдет, не подойдет. Я думаю, что подойдет. Потому что написано, она для всех. Это витаминная база. Так. Что у нас? В принципе, лицо еще от крема. Давайте я сегодня нанесу вот такой вот сенсай. Давно им не красилась. Вот. Там все балдеют от аромата этой витаминной базы. Вот. И она типа классно выступает как база, собственно, под макияж. Да, расскажу обязательно. Я почему-то уже все попробовали, кроме меня. Все визажисты на ней, мне кажется, работают. Вот. А я что-то как-то это... А, еще хочу из бьюти-хотелок. Здравствуйте, здрасте. Да, из бьюти-хотелок сейчас увидела. Просто взгляд упал на кремовый румяна Кли Депо. И хочу еще других оттенков, собственно, Кли Депо. Вот. Также хочу, ну, попробовать, наверное, купить. Может быть, я просто еще не определилась с новыми помадами Chanel. Жду их. Что у нас будет там? Весна-лето. Коллекции какие выйдут. Я, в принципе, уже знаю, что там выйдет. Но интересно на это посмотреть. Хотя, мне кажется, в... Как его зовут, так, господи, в бутиках это уже все стоит. Вот. Просто я как-то пришла посмотреть в бутик. Вот, блин, парадокс. Пришла посмотреть как-то в Chanel в бутик. Ко мне там вообще, типа, даже здрасте никто не сказал. Заходишь в Эль-де-Боте, там так на тебя нападают, что, думаю, господи. Ну, отставите от меня, женщины. Дайте мне уже просто посмотреть. Отличный тон. Тон. Если что, я наношу вот такой вот Sensai Luminous Shure. Я тон выбираю на каждый день в зависимости от состояния кожи. Вот, допустим, если моя кожа иногда, она бывает такая более сухая, что ли. Ну, понимает, что она какая-то немножко стянутая, суховатая. Нет вот такого вот жирка на ней. Хочется как-то увлажнить. Но увлажнение не поможет. И шелушки вылезут, подчеркнутся. Я тогда в такие дни беру что-то такое пожирнее, более, скажем так, увлажнительное. Тогда я беру вот этот вот тон, который очень красиво дает сияние. Вот. Если же, наоборот, кожа такая нормально напитанная, как вот сейчас, допустим, да, и хочется, наоборот, как-то ее подмотировать, то я беру вот что-то такое. То, что гарантированно будет сиять, но не будет давать вот этот вот жирный финиш. Доброе утро. За кем из интернациональных визажистов вы наблюдаете и вдохновляетесь, может быть? Ой, у меня много, на самом деле, визажистов, за кем я слежу. Там есть и израильские, есть и американские, есть английские, есть... Господи, откуда она? Мальвина. То ли Болгария, то ли Румыния, что-то такое. О, гениальная девушка. Вот. В общем, очень-очень много визажистов. За нашими, нашими меня... За нашими... Из наших, если смотреть, то мне нравится Рома Пономарев, пони Рома. И, наверное, все. Вот. Ну, нравится стиль работы Лизы. Лики Лизы, господи. Лики Глазковой. Вот. Все. Из наших меня вообще никто не возбуждает. Никто не мотивирует. Где вы купили миниатюру? Я сделала заказ на Визаж Холл. У них там прекрасные цены. Ассортимент не такой, как в наших сетях. И можно выбрать миниатюру. И миниатюру стоит подешевле, чем даже на официальном сайте. Там еще скидка была от магазина. Потом еще какой-то промокод, что-то такое за... Там непонятно. В общем, цена самая такая классная. И вот... Все идите на Визаж Холл. Скажите, пожалуйста, сыворотки Тиамы, Сесдерма с неоценомидом можно использовать летом. Я так на них подсела. Летом постоянно на солнце. Вы уже активы убрали. У меня появился ретинол, чтобы вы понимали. Я... Солнце вылезло. Я достала новую банку ретинолу. Тиамы у меня сейчас очередная баночка закончилась. Я не то, чтобы из-за солнца пока убрала. Нет, ничего не убрала. Наоборот, сейчас достану. Просто у меня одна ампула уже стоит. Мне нужно закончить с водорослями нори. Просто очень много сывороток. И я просто не успеваю их использовать, чтобы они не пропали, скажем так. Вот. Поэтому нет. Я использую все и летом, и зимой. И просто вместо крема днем, какого-то крема, да, я... У меня до этого был лагом. То есть я это все закрывала раньше кремом лагом. А сейчас у меня вместо крема лагом санскрин. Все. Жирным-жирным слоем. Я его наношу очень много. И получается где-то ну полчаса жду, когда он впитается. После этого только начинаю макияж. Вот. Поэтому если вот это все по времени подгадывать, вовремя наносить, давайте этому впитаться. То проблем с макияжем и с пигментацией и существительностью кожи не возникнет. Поэтому пользуйтесь. Ну, защищайте свою кожу. Я вот мажусь вот до сих пор. То есть у меня куртка будет примерно вот так. Поэтому все лицо и шею. Вот у меня все здесь вот еще даже до сих пор немножко липнет. Но здесь макияжа не будет. Поэтому не страшно. Пользуйтесь защитой и наслаждайтесь неоцинамидом. Главное, чтобы сам продукт, сам актив у вас не вызывал чувствительность кожи. То есть мои продукты никак не влияют на чувствительность кожи. Добрый день. Добрый день. Какими средствами обновляйте потом SPF? Я не обновляю SPF, потому что я на солнце появляюсь. Вот я сейчас собралась, дошла до метро, доехала до своей студии. Там прошла от метро до студии и все. И домой я вернусь уже, когда будет темно. Вот поэтому в студии у меня все зашторено. У меня нет проникновения солнечного света. Никакого излучения нет. Поэтому я никак не обновляю. Смываю просто вечером и все. Вот. А сам санскрин у меня на комбинированных фильтрах, химический плюс физический, его хватает на 5 часов. Вот. И он впитывается и выступает такой базой под макияж. Вот. Что скажете о сыворотке против пятен Кодали? Против пятен имеется в виду против пигментации. Я, честно говоря, вот такие вот масс-маркет марки, бренды, не совсем воспринимаю как какие-то активные продукты, которые могут реально что-то решать. Потому что, ну, это такая история, знаете, не функциональная, скажем так. Вы можете это взять, можете на себе провести эксперимент, попробовать, да, вымазать эту баночку и увидеть, работает она на вас или нет. Вот. Но чисто это мое как бы личное мнение, что я ко всем этим брендам, которые вот такие вот масс-маркет, да, то есть не специализированные какие-то, они не очень работают, скажем так, в направлении, если убрать какие-то проблемы с кожей, да, решить какие-то вопросы. Поэтому для, если как-то вы в это верите, то окей, я не верю. Я такие продукты использую для удаления, выравнивания тона кожи, удаления пигментации не буду. Ну, нет. Это можно также, не знаю, там водичкой какой-то мазаться и верить в это, что она тебе там что-то делает. Нет. Так, а еще, еще, девчонки, вместо бронзера своего любимого Шанель, вот этого вот, в шайбе я тут перерывала в очередной раз, перекладывала все свои косметосы, наткнулась на бронзер Романова мейкап и теперь я им крашусь. Он, он прям бронзер, потому что у меня есть еще скульптор в таком формате новый, который большой такой, но тот скульптор, тот прям такой серый оттенок имеет. Серые оттенки мы сейчас все убираем до зимы, они нам не актуальны, а вот такая вот история бронзовая, которая с теплым потоном идет, она прям в кассу нам будет. Я вот так его чуть-чуть набираю, вырабатываю в ручку и наношу, собственно бронзируя лицо. Там, где мы загораем обычно, то есть мы загораем на спинке носа, загорают скулы, я его так вот втушевываю. Также прорабатываю вот эту вот часть века под скулой. Ну вот, смотрите. Солнце так светит, конечно. Я не знаю, вам видно, вообще нет, что получается. Здесь вот с этой стороны такой бронзовый, бронзовая такая тень. Вопрос по укладке. Где вопрос? Бронзирую не полосой, а бронзирую таким вот овалом, грубо говоря. То есть я бронзирую всю периферию, то есть вот эту все. Немножко сюда. То есть вот как мы загораем, представьте, что уже на дворе август. Вот на руке остается вот такая штука. Не знаю, что-то как-то внезапно для себя поняла, что бронзер-то хорош на самом-то деле. А если его наносить немного, то он абсолютно не липкий. Вот на лице нет вообще никакой липкости, кроме вот крема. Сразу такой здоровый вид лица. Кисть для бронзера это Master Face от Sony G. Это вот такая вот кистюля. Лично мне ее отправила Sony G. Это прототип кисти из серии Sky. Та, что с синей ручкой была, если помните. У меня была история с этой кистью, когда я получила набор кистей серии Sky. Она мне очень сильно сыплась. Было даже видео на YouTube, где я показывала, что из нее прям очень много лезло волосков. Sony увидела мой отзыв об этом и, в общем-то, помогла мне поменять эту кисть. Были прям такие проблемки, скажем так. И вот она мне сама лично отправила эта заводская кисть. То есть, у нее черная ручка, прототип. То есть, здесь вообще нет никакого лака. И просто вот скотчем приклеено название Master Face Sony G. Вот она мне свою кисть отправила. Мне было очень приятно. Вот мы с ней познакомились. Милейший просто человек. Очень отзывчивая, очень добрая. Хоть мы не разговариваем с ней на одном языке, но с ним очень приятно общаться. Мы с ней периодически списываемся. Кисть шикарная. Очень мягко подходит вообще для нанесения многих продуктов. Можно хоть тонну носить, хоть румяна, хоть бронзер, хоть пудру, хоть хайлайтер, все что угодно. Вот она у меня многофункциональная. И сейчас вы увидите, как я буду носить остальные продукты. Кисть шикарная. Да, ну почему-то все называли его скульптором. И здесь, собственно, написано Sexy Sculpting Cream. Но нифига это не скульптор, это бронзер. Ну потому что... Сейчас, где у меня... Сейчас я даже вам достану. Не поленюсь. Этот скульптор, который вот скульптор, да. И вы увидите разницу. Серый и рыжий. Видите разницу? Я вам даже на руке вот так вот сделаю. Это... Это... Вот я даже вот сюда вот где оставляла от кисти, да. Это вот эта штука. И вот эта штука. Другим пальцем вот так наберу. И вы увидите разницу в цвете. Пожалуйста. Видна вам разница? Серый и рыжий. Вот когда вы рядом их два наносите, вам видна разница. Что вот в этом много серого и это реально скульптор. А вот этот рыжий. И это бронзер. И вот в качестве бронзера его шикарно наносить на лицо. Он вроде кремовый, но когда вы наносите именно кистью, пушистой кистью, он абсолютно не чувствуется на лице. Сейчас я руки свои вытру, иначе я буду вся грязная. Ольга просто теплая внешность, а я холодный. На мне он был очень... Ну да, я понимаю. Вообще не универсал. Да, вот сейчас как раз наступает лето, и нужно доставать все свои бронзеры. Они сейчас будут в кассу. Хотелось про РНКО побольше узнать и попробовать. Так. Ну, спрашивайте про что конкретно, какие-то продукты. Что я хотелось бы вам узнать побольше. Про что-то конкретное вас интересует или что. Еще я нашла, пока вы там спрашиваете, я нашла еще вот такой вот у себя раздобыла стик. Он абсолютно неприглядный. Это LA Girl. Такой вот стик-хайлайтер. На удивление. Он вот такой вот жемчужный имеет оттенок. Это как замена. Если вы не можете купить хайлайтер в стике мой любимый от Chanel в оттенке скаутинг, то вот эта вот штука, она, в общем-то, очень даже может нам помочь. Тоже дает очень хороший свечень. Как вы видите, я набираю его той же самой кистью. Почему кистью? Потому что кистью будет более равномерное такое нанесение, скажем так, без пятен. Потому что продукт непонятной такой консистенции. Он и не кремовый, и не сухой, но дает невероятно красивое сияние. Стоит рублей 400. В золотом яблоке я его покупала. Прям вот так вот побольше его набираю. И прихлопывающими движениями наношу, собственно, на уступающий чай скулы. Смотрите, как красиво сияет. Вот, на галочку, чтобы вы видели гарантированное сияние. После сушки на браш хотелось бы какой-нибудь спрей, которым хорошо будет держать форму. Смотря какие волосы. Какие у вас волосы? Напишите. Плотные, тонкие, держат объем, не держат объем. Прибегаете ли вы к какому-то способу, ставите ли вы объем. Или, может быть, они у вас тонкие, как струнки, пористые. Какие волосы? Потому что, если, допустим, волосы такие, как у меня, их много, они тонкие. И после укладки феном, чем их не брызгай? Ну, можно, конечно, затекстурировать трофеем. И они хоть как-то будут приподняты. Но если ничем не текстурировать, а просто, не знаю, лаком брызнуть, объема не будет вообще. Они прилипнут так вот к голове и не произойдет ничего. То есть это уже предподготовка. То есть до фена этот вопрос нужно решать, чтобы они после фена как-то вот лежали и были объемными. Какая задача? То есть нужно знать вводные данные, да, что у нас до и что мы делаем после. И чтобы понять, что мы делаем не так, что для этого можно применить. Волосы тонкие, но их много. Длина по плечи не окрашенной, не пористой. Ставлю корень на орбы, наверное, волюмиста или максимиста, что-то такое. Получается у вас объем с этим продуктом? Смотрите, как сияет, как медный таз. Но на самом деле в зеркале, вот я сейчас смотрю, не такое адское сияние, как в телефоне. Максимиста. Получается, да, у вас ставить корни на максимиста? Получается очень даже. Хочется его закрепить, чтобы он так и стоял хорошо. Тогда попробуйте трофей. Можете его попробовать. Он, кстати, вам будет немножко и текстурировать, и блеск давать. Потом, что еще можно посоветовать вам? Ну, на самом деле, можно любым... А именно из РНК хотите, да? Что-то такое подобрать? Просто из РНК можно либо, как я уже говорила, либо этот трофей, либо пустош, сухой лак. Что еще можно? Можно даже гридом протекстурировать. У него небольшая фиксация и очень хорошее разделение он дает. Вот. Но я больше люблю трофей, честно. Вот мне очень нравится трофей. О, кстати, Визаж Холл прислал сообщение. Минус 25% на Том Форд. Кто хочет, идите в Визаж Холл. Так. Ольга, как вы относитесь к продукции Шарлотт Йобли, если, конечно, пробовали? Это, наверное, вы не меня спрашиваете. Я же не Ольга. Можно и другие марки посмотреть. Смотрите тогда, если еще другие марки можно посмотреть. Но мне очень нравится лак. Он и держит хорошо, и сияние придает, и текстурирует, и уплотняет как раз наши с вами тонкие необъемные волосы. У меня его здесь нет, он на работе. У Тиджи есть лак Мастер Пис. Называется. Это такой синий килочок с крышечкой такой. На ракету похож. Пахнет ананасами, многие говорят. Вообще шикарная вещь. Им не переборщишь. Его можно распылить просто на всю длину. Расчесать, и они будут плотные. В общем, вообще шикарно. Так что вот можете его попробовать. У меня после дикого волосопада ни на чем объем не стоит. Видимо, пока не вернется густота. Хотя внешне вроде не сильно заметно. У меня сейчас тоже волосы падают. Это какое-то весеннее, видимо, обновление. Поэтому вообще нормально. Я просто мою там день через день волосы таким щадящим шампунем. У меня Davines несколько шампуней. Вот я вчера мыла голову, сегодня помыла голову. Сегодня я уже помыла голову деликатным шампунем DD. Он такой прям очень-очень деликатный. Ничего там не сильно щелочной, скажем так. Так как со вчерашнего дня я никуда не ходила. И волосы были только вот в укладке. Вот. Поэтому я их просто освежила, переложила. И как бы норм. Вот. Еще скрабы для кожи головы можно поделать. Чтобы, если луковицы есть закупоренные, чтобы они открылись. И волоски поскорее проросли. Ага. Хорошо. Если получится, я сохраню. Прям. Поняла. Да. Вот. Тиджи. Вот этот мастерпис. Это просто любовь любовная. Просто на него можно делать все. И объем он хорошо держит. И уплотняет. Прям вот по длине. Вберете, да. Свою вот длина у вас, да. По плечи. Вы прям вот так вот уберете. И распыляете. И потом хорошо вычесываете расческой. Все. То, что нужно с вами останется. Он уплотнится. И ощущение лака на волосах не будет. Это не лак. Прелесть. Каски он вам не сделает. И вообще шикардос. Можете взять себе мини версию. Такую типа за там 300-400 рублей попробовать. И потом взять уже полноразмер. А, это все-таки меня спрашивали. Да, я Наталья. Просто я не Ольга. Ольга это мое альтер-эго. Ольга не пришла. Вот. Поэтому я Наталья, если что. А Шарлотта, да. Я с Шарлоттой знакома уже очень-очень много времени. Еще я с ней познакомилась, когда ее вообще никто не знал. И никто и не пользовался. Ни один визажист здесь не пользовался. У меня была возможность пользоваться этой маркой. И первый мой продукт, с которым я познакомилась, это Filmstarm Bronzing. Это где хайлайтер и бронзер. Такая вот золотая палеточка. Вот с нее у меня началось знакомство. Клиентка пришла с этой палеткой ко мне на макияж. Говорит, меня красят только вот этим. Я такая, это что? Я не знала, что это за бренд. Я ее накрасила и офигела. Думаю, господи, просто гениальный продукт, дайте мне. И пошла сразу, накрасив ее, пошла гуглить, что это за бренд. Зашла к ним на сайт и все. И моя любовь с этого момента началась. Никто тогда еще не знал ни о какой Шарлотте. Вот. Поэтому я перепробовала все ее продукты тогда. Сейчас она мне уже не так интересна. Как-то, знаете, попробовала все, перегорела и успокоилась. Очень люблю их кремовые тени. Очень. Что еще у меня есть здесь? Палетки Instant Look. Пять минут, которые вот эти вот большие, где там тени, румяна, хайлайтер, пудра и так далее. Вот эти вот квадратные такие. Крем прикольный тоже был. Magic Cream, который. Ну, еще много чего перепробовала. Не могу сказать, что прям вот. То, что осталось со мной, это кремовые тени. Это прям любовь. Все остальное такое. Есть варианты, скажем так. Я пришла сейчас на DSD. Плюс блонд поддерживает другими скрабами. Да, пользуясь. Ага. Отлично. Ну, значит, просто дайте своими волосам времени. Все прорастет. Заколосится. Не переживайте так сильно. Все нормально будет. Так. Время румян. Я достаю из широких штанин. Четверки. Это Clé de Po. Все той же кистью. Все той же кистью наношу. Слегка касаясь. Хочу другие оттенки этих румян. Палетка бронзер и хайлайтер предойдет на лето. Как вы думаете? Если про Charlotte, то, честно говоря, я уже даже эту палетку не люблю. Вот сейчас. Она мне кажется очень странной. Там хайлайтер очень странный. Он какой-то рыхлый. Он желтый. И у меня уже просто давно, скажем так, ориентиры и любовь сменилась с Charlotte в сторону Chanel. Вот. Поэтому... Нет. Эту палетку я уже не люблю. И если бы ее кто-то забрал, я была бы счастлива. Обещали вроде Charlotte в Sephora привезти, но что-то, видимо, пошло не так. Ну, видимо... Видимо, не знаю, там все вот эти вот ковидные времена на это все так влияет. Вот. Поэтому... У меня оттенок румян этих единичков очень нравится. Четверка не зашла как-то на мне как бронзер. Но это уже от вашего типа кожи зависит. Да. Поэтому на ком-то четверка нормальная, на ком-то нет. Мне нравятся все оттенки, на самом деле. Они все носибельные. На каждый цветотип можно найти свой оттенок, скажем так. Там и двойка красивая, и тройка, и единичка. Мне все оттенки нравятся. Я бы от жадности купила все. Вот. Поэтому... Но я жду румяна сияющие от Milk. Такие мини-форматики, такие, знаете, как помадки такие сияющие. Очень красивые должны быть. Также румяна я наношу и на веки. То есть вот сюда, на косточку. Шарлоту летом обещали. Может еще будет. Ну вот, видите, хорошие новости. Вот. Я все продукты наношу на все лицо. Это нормально. Если вы хотите макияж, чтобы он гармонично смотрелся на всем лице, наносите его на все лицо. А не только. Знаете, бронзер сюда. Румяна сюда. Хайлайтер сюда. Глаза, лоб, подбородок у нас голые. Цвета кожи. Без всего это смотрится очень странно. Поэтому... Кисть... Я уже про нее много рассказала. Это мастер... Господи, все засвечивается. Мастер фейс. Соня Джи. Я еще бережно храню и экономлю. Обожаемый Бека суфле. О, господи. Бека суфле у меня тоже есть. Они засохли, но... Они засыхают, скажем так... Это не кремовый продукт. Они засохли и стали сухими, но не стали от этого хуже. Поэтому я их храню и крашусь. Все нормально. Вот. Они, конечно, прекрасно были. Очень мне нравятся. С них, собственно, пошли все вот эти сияющие румяна. Вся эта красота. Так. Брови. Не хочу ничем таким красить прям брови. Да, конечно. Засохшие прекрасно красят. Они от этого хуже не стали. Еще новые. Офигеть. Да. Это как кисти Том Форд из натурального ворса. Я тоже их, пожалуй, оставлю. И когда настанет какой-нибудь кризис и станет нечего кушать, я их буду продавать. Задорого. На акционе Сотбис. Как брульянты. Так. Я не знаю, что я сегодня хочу себе накрасить. Честно. Но думаю, что начну с карандаша Шанель номер 36. Это такой непонятный оттенок. Показать, не показать. Матовых теней. Обожаю их. Вот эти вот тени. Стики. Просто идеально. Для любого человека, кто не умеет краситься. не умеет пользоваться кистями. Это вот для вас. Так. Что у нас тут уехало? Извините. Так. У меня какое-то ненадежное крепление для телефона. Сорян. Здрасте. Ну ладно, пусть так будет. А то у меня тут уже все засыхает. В общем, можно пальцем вот так растушевать. Можно кистью растушевать. Вообще не принципиально. Тени очень красивые. Можно как базу использовать. Можно просто нанести их одни и так пойти. Я вот так наношу на все века. У меня еще был 12-й оттенок. Это такой прям цвет бронзера. Но я их испортила. Благополучно. Раздавила. Вот. Ну, люблю еще вот этот оттенок тоже. Очень красивый. Это Шанель 36. 36-й. Где фокус? Алло. 36-й. Это такие розовастенькие. Такие, знаете, пыльные розы. Ну вот, прекрасно. Стирается в ноль. Сделала сводч. Ну, короче. Вот на глазах вы все видите. Идеально тушуются. Вообще все с ними очень легко и просто. Так. Дальше что-то хочется такое взять. Есть у меня палеточка. Да. Номер теней 36. Мне еще нравится на вот эти вот тени наслаивать в ресничный край вот этот вот красно-красно-красно-непонятно, короче, вот этот красноватый из 328-й палетки. Очень их люблю. Очень их люблю. Еще вот моя любовь оттенок 228. Тоже прекрасные тени. Тоже таким же образом я их наношу. Все супер. А вот тени, кстати, от Бобби Браун в карандаше я не пробовала. Не знаю, как они. Поэтому ничего не могу сказать. Я смотрела-смотрела, хотела их как раз таки в этот заказ, который вчера сделала, добавить, но не смогла выбрать оттенок, потому что я не понимаю, какой брать. Они все странные. Думаю, что я возьму. Не знаю. Надо в магазине их посвочить и потом уже брать, наверное. Закрепляю, в общем, этот карандаш, как я сказала, вот этими тенями. Я вот так набираю. На руке впечатываю. И сначала от ресничного края иду. И слегка поднимаюсь. Вот. Ой, спасибо вам большое, да. Мне бы какой-нибудь... Я сейчас все еще купила. Девочка должна прислать тени-карандаш номер 6 в оттенке. Это такой прям розовый, сияющий. Я на него в магазине смотрела, но что-то как-то не знала, нужно мне или нет. Это тут попалось на глаза. Девочка продавала тени. Вот я их заказала и буду ждать. Вот. Красивенько. Вот. А Бобби Браун, нет, не пробовала. Поэтому... Вот вы скажите, как они вам нравятся, не нравятся. Остатками теней на этой кисти прохожусь по нижнему веку. Не сильно крашу, потому что будет too much для дня. То, что надо. Угу. Достаточно. Нравились, когда были в баночке, а сейчас не нравятся уже. Так. И хочу из вот этой палетки Nuc Deep возьму вот этот вот розовый сияющий оттенок на уголочек. Ага. Ну да. Конечно. И немножечко под века. Я еще смотрю на кремовые тени Chanel в баночке. Если кто-нибудь пробовал, напишите, как они вам нравятся, нет? Стоят своих денег. Так. Подавью ресницы. А, вот вам еще про хотелки. Вы меня спрашивали в начале эфира про хотелки. Хочу попробовать керлер для ресниц от Surat. Бренд такой есть. Дико дорогой керлер. На наши деньги тысячи четыре стоит. Если вам для сравнения, чтобы вы понимали разницу. Это Kevin & Coyne. Он стоит там тысячу пятьсот, тысяч семьсот. Surat стоит четыре тысячи. Но просто все от него писают кипятком. Еще это прям вообще огонь. У всех блогеров, кого я вижу, все прям от него тащатся. Ресницы таки длинны, что уже в керлер попадает и нижняя, и верхняя. После керлера я наношу такую базу, которая фиксирует завиток. Чтобы они и оставались в таком положении. Потому что если сразу прокрасить тушью, они обратно упадут. И завитка не будет. Поэтому после керлера я наношу базу. Только вот на место изгиба. Все ресницы я не прокрашиваю. Смысла нет. У меня уже заканчивается. Покупала на iHerb и едет уже вторая ко мне. В работе тоже ее использую. Когда девчонкам подкручиваю ресницы, фиксирую именно этой базой. Вот. И в ней еще есть микро такие волосинки, фиброволокна. Которые придают объем. Вот. Ничего, что у меня экран криво расположен. Так. И моя любимая тушь Maybelline. С вот такой кисточкой. Обожаю ее. Крашу прям от корней. Это важно. Чтобы появилась межресничка. Видите? Да, ресницы длинной стали. Вообще можно, конечно, уже и не завивать на самом деле. Ну, просто какой-то изгиб хотелось придать. Здесь у меня часть ресницы выпала. И появляется такая, видите, пропажа. Ресниц нет. Нижние ресницы я всегда крашу только у корня. То есть, чисто просто обозначить их. То есть, если я буду красить до конца, да, прокрашивать прям до кончика, это будет очень странно выглядеть. Немножко такой привет из прошлого. Вот. А чтобы сделать макияж более гармоничным, я чисто вот касаюсь у корней и отпускаю. Чтобы был вот такой вот эффект. Видите? Они прокрашены до кончиков нижней ресницы. Это уже немножечко не современно, скажем так. Завились. Очень круто, да. Они на самом деле и без керлера бы так лежали. Потому что уже длина позволяет, когда их прокрашиваешь, все завивается, лежит как надо. Так. Ну что? Я готова. Мне осталось пообедать, одеться. Помада у меня будет, скорее всего, какая-то нейтральная. Скорее всего, это будет Chanel Boy 54. Вот. То есть, такая нюдовая. Ну вот я сейчас могу ее и нанести. Сейчас у меня тут в сумочке. Вот это вот. 54 Boy. Моя любовь просто. Уже которую по счету. Обожаю. Она цвета не придает, но делает губы такими сияющими, красивыми. Очень комфортно. Вот такой вот мой макияж на сегодня. Вам спасибо большое, что были со мной на этом эфире. Я, пожалуй, пойду, иначе я не успею на работу. Вот. Всех обняла. Всех поцеловала. Надеюсь, буду вылезать в эфир почаще. Я каждый раз это обещаю. Вот. В общем, как у меня будет возможность, я буду выходить. Поэтому всех обнимаю. Всех целую. Всем хорошего дня. До новых встреч в эфире. Пока-пока.